Здравствуйте! Это программа «Прямой разговор». Уже завтра, 4 сентября, в Таруси стартует первый международный Тарусский кинофестиваль. Новый региональный культурный бренд, точка сборки творческих сил в регионе и место притяжения всех, кому интересен кинематограф и новые формы творческих проектов в области традиционной русской культуры. Так, о фестивале рассказывают его организаторы. Куратор фестиваля Вячеслав Шутов и учредитель Тарусского земства Екатерина Никитина сегодня у нас в гостях расскажут о том, что ждет гостей масштабного культурного форума. Здравствуйте! Рада приветствовать вас в студии. Совершенно взаимно. И давайте знакомиться, кто и почему решил проводить фестиваль в Таруси. Вячеслав. Действительно, да, вы обращаете этот вопрос ко мне. И как бы, вероятно, предполагается, что я возьму единолично, отвечу я, тем самым, на самом деле, оскорблю своих дорогих коллег, друзей. Поэтому я отвечу мы, и под этим мы немножко опишу просто нашу команду и историю того, как фестиваль у нас зародился. Он появился в центре Сколково, но не в ходе каких-то лабораторий, исследований или чего-то такого, а в ходе того, что нас с Константином Нафиковым, генеральным продюсером фестиваля, пригласили туда выступить с лекцией непосредственно о фестивалях. И, видимо, как-то мы смогли произвести впечатление, тем более Константин человек с невероятным совершенно опытом подобной работы. Он делал фестиваль «Зеркало», делал многие другие фестивали. И, сходя, в общем, сшагивая со сцены, нам встретился человек, который очень скромно, но, тем не менее, очень целенаправленно предложил нам, а не хотите делать фестиваль в Таруси. А дело в том, что пока мы туда добирались, до Сколково, мы ровно об этом просто мечтали. Нам дали список городов, которые участвуют в этой лекции, кому мы рассказываем. Таруси не было, и мы расстроились, грустили, думаем, ну, как-нибудь, когда-нибудь надо будет с кем-то там познакомиться. Человека звали Максим Загваздин, он действительно познакомился с нами, предложил, и мы начали работать. И вот она, эта работа завтра. Максим привел ребят к нам, в нашу организацию, и мы объединились и пригласили уже от города, не только от школы управления Сколково, а непосредственно от города, горожан, администрации. Это русское земство, в принципе, что это не коммерческая организация, да? Это не коммерческая организация. Чем вы занимаетесь, и почему вдруг ваш интерес обратился к кино? У нас один из учредителей — это администрация города, и есть физические лица. Я директор, мы все работаем на общественных началах, и наша цель — это вообще развитие города, создание комфортной городской среды, улучшение качества жизни жителей, и развитие города в принципе. Но город у нас особенный, это и официально, это культурная столица Калужской области, а так получается, что сейчас не только Калужской области, а всего этого приокского кластера, межрегионального, куда и Тульский кусочек входит, и Московский, и Серпуховский тоже округ. И понятно, что к нам едут все время на какие-то культурные мероприятия, и для нас это целая жизнь, жизнь города, часть его экономической составляющей в том числе. И, конечно, это жители города, которые очень многие задействованы в креативных индустриях. И земство, когда мы создавали, мы его не случайно назвали земством, хотя это просто автономная некоммерческая организация, не в том старом дореволюционном понимании. Но мы ориентировались на дореволюционное земство Тарусское, которое в свое время пригласило и Ивана Дмитриевича Цветаева, ему сдали свою земскую дачу, и земский врач добротворский, который был. То есть много было великолепных вещей, которые делали местные купцы, мелкие производители, то есть то, что мы сейчас называем бизнес. И для того, чтобы Таруса развивалась не только как маленький уездный городок, а все-таки получала еще импульс за счет привлечения к себе особой головы. И сейчас мы видим, важно тоже именно это. Важно, чтобы Таруса, как малый город, не замыкалась в себе. Ей трудно, конечно, в этом замыкнуться. Но у малых городов у всех всегда проблемы с бюджетом и с развитием. А это культурная жизнь, это наш потенциал для развития. И мы продолжаем линию купца Макаренкова, купца Познякова в том, чтобы сейчас развивать город. В частности, нам, Тарусскому земству, администрация города передала в управление старый, начало XX века дом Макаренкова, который сейчас мы восстанавливаем. И, кстати, ищем благотворителей, кто поможет нам дом старый восстановить и старую Тарусу сохранить. Действительно, да, у Тарусского земства, когда мы познакомились, Екатерина нас познакомила с активными проектами. И они очень важны, очень удивительны. И нам очень приятно и радует то, что нас приютили в этой организации. Почему, вот вы говорите, мы ехали в Сколково и думали вот именно про Тарусу? Почему? Какие-то у вас были связанные личные впечатления от этого города? Почему? Ну, как описать влюбленность? Как вы думаете? Возможно ли это? У меня есть такое ощущение, что Таруса — город просто созданный для того, чтобы там происходило высочайшего, в общем-то, уровня культуры. И она происходит в городе сегодня, живут фестивали, фестиваль «Хитрука», другие фестивали. Но нам чувствовалось и казалось, что то, что можем сделать именно мы, кинофестиваль с актуальными смыслами, с актуальными фильмами, такого еще нет. И как будто бы не хватает. И как будто бы, если мы это сделаем, то город станет еще чуть-чуть богаче и прекраснее. А вот чем Тарусский фестиваль, на ваш взгляд, будет отличаться от всех других, которые проходят сегодня в России? Хорошо, у меня есть, да, действительно, этот ответ. Он отличается тем, что в рамках этого фестиваля мы исполняем ряд своих мечт. А так случилось, что кроме нас их никто еще не исполнил. Поэтому по порядку. У нас в команде есть серьезная совершенно мечта — объединять под одним куполом, под одним фестивалем, разные искусства в их молодых проявлениях и воплощениях. То есть в рамках фестиваля будет показано не только молодое кино, но будет исполнена молодая музыка, будут выставки с, в общем-то, молодыми художниками, которые делают молодые кураторы, и будет непосредственно лекторий с молодыми авторами, молодыми исследователями и так далее. До этого в такой всеобъемленности, по-моему, еще до нас никто не делал. Потому что, например, музыкальная программа собрана Варварой Мехковой и представлена потрясающими совершенно композиторами. В рамках этой музыкальной программы состоится первый концерт молодого композитора Артема Макаяна. Для нас это очень интересно и даже трепетно предоставить человеку первое слово сказать в мире музыки с такими мэтрами. У нас будет выставка молодого куратора Дарьи Захаровой. Между домом и садом в ветре не было. Выставка у нас собрала работы ребят из Сестрореска, Красноярска, Томска, Самары, Тарусы. Я вспоминаю, да, вот где мы доставку заказывали, оформляли и так далее. Кинопрограмма, которую мы вместе с командой собрали, тоже представлена самыми молодыми ребятами, замечательными. Это первое, да, вот такая общность всего молодого в одном городе, в одном фестивале. Второе, Тарус располагает к тому, чтобы делать нечто, что мы описываем как большая культура в дачном формате, в дачных условиях. То есть, с одной стороны, это безмятежная река, это история людей и семей, которые продолжают жить в этом городе. Это уклад, который этим городом создан, да, уклад спокойствия, гостеприимства, заботы, очень такой точечной заботы о своем саде, о своем заборе небольшом, да, там, о людях. И в этих условиях мы будем и хотим делать большую-большую серьезную культуру, объединяя, да, вот что-то такое глобальное в чем-то таком очень частном и милом. Мы это называем неспешность и подлинность. Вячеслав, насколько сложно такие проекты сегодня воплощать в жизнь? — Хороший вопрос. С одной стороны, я мог бы ответить так, что невероятно сложно и очень сложно, потому что объем работы, которую мы проделываем, он действительно большой. Но, по моим ощущениям, работа эта проходит легко, потому что в команде просто дружеская атмосфера. И бесконечно благодарны за это русскому земству Екатерине и, в общем, всей татарусской части нашей команды, которая о нас заботится и нам помогает. Но и наше внутреннее ядро, да, вот идейное, организационное, как-то мы так сдружились, что эта работа просто стала частью жизни, повседневности. Она просто проходит, и, слава богу, что проходит. Мы много стараемся, мы действительно мало спим и так далее, но мы друг к другу уверены, друг к другу доверяем, поэтому работа происходит достаточно легко. — Вы уже сказали, что программа масштабная, давайте вот все-таки начнем с кино, да? Какое кино увидят зрители и какое, на ваш взгляд, точно нельзя пропустить? — Давайте кинопрограмму разделим на четыре магистрали. Первая — это магистраль, что называется, такого зрительского кино, которую мы делаем для одной части тарусской публики. Это фильмы, скажем, Хаяо Миядзаки, это фильмы зрительские, недавно вышедшие из российского проката. Посетить действительно показы метро японской мультипликации, в общем-то, мировой мультипликации — это никогда не лишнее, потому что это такие, на самом деле, скомпонованные притчи, фильмы, которые в разном возрасте делают человека мудрым в любом случае. Поэтому, когда найдете в расписании фильмы Миядзаки, выделите на них время, на это надо идти. Вторая магистраль — это то, что мы назвали «Кино настоящего», программа, посвященная молодым режиссерам. И там мы собрали те фильмы, на каждую из которых я хотел бы пригласить публику. Это новый фильм Сергея Кальварского, который называется «Гнездо из бумаги», документальная работа о жизни типографии наука, которая с начала XVIII века издает важнейшие тексты для русской культуры. Это Пушкин, это Державин, это Тридяковский и так далее, это Лихачев, начиная с вот этого самого 1727 года. Очень большая история. И Сергей пришел в эту типографию с камерой, увидел, как с одной стороны типография находится в некотором упадке, услышал лязги, шумы станков и в этом разглядел невероятно тонких людей, служащих своему делу. Услышал музыку и сделал такое очень интересное полотно о том, в каких условиях, может быть, черных, вычерных, непростых, создается самая вот эта нежная и любимая нами литература. Фильм «Ласточка» Малики Мухамеджан, который только-только начал свою фестивальную историю, но уже набрал премии на международных фестивалях и за границей, и в России. Фильм «Нежнейший» о любви, о протяжных степях Казахстана и так далее. Фильм «Королевство» Татьяны Рахмановой, тоже невероятная совершенно работа, она уже пожила на фестивалях. Фильм уже где-то год, но для нас, тем не менее, честь, что он есть в нашей программе. Фильм рассказывает о выпускном воспитанниках детского дома и о том, что ребята переживают вот в этот день, после которого все меняется или не меняется. Долго можно о нем говорить. Очень интересное кино. Следующий магистраль, который я выделил бы, мы назвали «Человек без тени». Это программа фильмов о людях, которые очень важны так или иначе для, в общем-то, русской культуры. И программа очень разнообразна, потому что в ней можно найти, как, например, фильм об Иосифе Бродском, который стал уже и мифом, и мемом, на самом деле. Фильм, посвященный судилищу, который над ним проводили, в общем, круглую дату назад. В фильме этот процесс вспоминают его друзья. Это один же аннар, да, такие портретные документальные фильмы. А, например, также в этой программе будет показан фильм «Отцы» про не такую очевидную, скажем, фигуру в российской культуре, не такую, может быть, крупную, как Бродский, но тем не менее важно. Это Михаил Макиенко или Дед Макей, как это может быть известно тем, кто рос в Петербурге на телепередачах. Человек, который взял и по своей инициативе решил в деревне Гдов, колодье, в двух деревнях Псковской области делать фестиваль междеревенского кино. Например, да, этот фильм тоже будет. Или, например, фильм Сергея Уварова «В поисках гармонии», такая новаторская, мне кажется, по форме, работа о 12 молодых композиторах, которых мы кого-то знаем, а многих и не знаем. Люди снимают себя на телефон, это перемежевывается с концертной деятельностью, с репетиционной и так далее. «Человек без тени» — это третья программа. И четвертое — то, за что мы очень болеем, то, чему мы очень рады, потому что всякий раз делать такое очень тяжело и очень дорого на самом деле. Нам очень благодарны, в общем, и тем, кто нам позволил, и нашим коллегам, которые внесли эту идею. Это Александра Лаврова, это ее большое детище на нашем фестивале. Это показы фильмов с пленочного проектора. Вот мы, как люди, любящие кино очень сильно, пленочные показы особенно любим, поэтому их пропускать вообще тоже не стоит. Это фильм «О до свидания, мальчики», который, может быть, не так очевидно имеет связь с Тарусой, но имеет, и на самом деле серьезно. Дело в том, что повесть, по которой снят фильм, была впервые публикована в Тарусских страницах. И Михаил Калик, режиссер фильма, именно оттуда, в общем-то, вытянул нить этого замысла. И фильм «Верные друзья», у которого в юбилей в этом году, который в том числе мы покажем с пленки, как вы знаете, он снимался в Тарусе, очень важен, очень важен. А вообще это возможно, вот посетить? Все успеть? Все успеть, да. Кинопрограмму мы собрали все-таки так, что там, так или иначе, все-таки что-то пересекается, но в меньшей степени. Но наш фестиваль как устроен? Мы считаем своих зрителей людьми серьезными, состоявшимися, взрослыми, зрелыми. И верим в то, что они могут делать выборы. Вот, мы предоставляем им в широком количестве, это самый выбор. А по какому принципу вы отбирали фильмы в программу? А вот я примерно их и описал, на самом деле. То есть нам хотелось показывать зрительское кино, нам хотелось показывать молодое кино, нам хотелось показывать документальное кино о людях, и нам очень хотелось показывать кино с пленки. То есть вот как я упоминал из предыдущих ответов, мы просто этим фестивалем воплощаем свои мечты, желания и хотелки. И отбираем по подобным принципам. Но это вот вы для себя сформировали четыре программы. А в эти четыре программы по какому принципу вы отбирали кино? Что вы хотели, чтобы зритель увидел? Попытаясь распространить, правда, свою мысль, в программе «Молодого кино» мы хотели бы, чтобы зритель увидел, какими новыми идеями и новыми подходами руководствуются современные режиссеры, что их волнует и как они об этом говорят. И это первое. В программе документального кино она такая разная, что, мне кажется, действительно принцип отбора истекает до самого названия «Человек без тени». Что фильмы посвящены конкретным людям и их конкретным достижениям, конкретной работе и конкретной судьбе. Действительно, документальное кино же бывает очень разное. Его можно снять про что угодно. Но вот мы именно захотели собрать программу фильмов о людях и показать ее. И пленочная программа, она собрана из фильмов, которые связаны для нас с Тарусой. Вот мы хотели поговорить об этом в рамках этих двух показов. Будут на фестивале почетные гости? Режиссеры, может быть, какие-то приедут? Кто будет сами представлять свои фильмы? Будут. Все гости фестиваля для нас почетные. Безусловно, для нас таким гостем является Наум Ихилевич Клейман. Наш бесценный, просто дорогой, любимый человек. Киновед, историк кино, большой человек во всем этом деле. Для нас большое счастье и радость, что Наум Ихилевич будет участвовать аж в трех мероприятиях фестиваля. Он будет вести обсуждение с режиссером Сергеем Кальварским после фильма «Гнездо из бумаги». Он прочтет лекцию об Эйзенштейне и его роли в сегодняшнем дне. И после этой лекции мы покажем фильм «Броненосец Потемкин» при участии тапера Филиппа Чельцова, изумительного музыканта, пианиста, прекрасного совершенно, что сделает это мероприятие тоже для нас очень особенным. И Наум Ихилевич также, это мостик к другому почетному гостю, проведет презентацию книги «Марлен». Насколько я понимаю, кажется, это у нас вообще будет первая в России презентация этой книги, недавно собранной, о Марлене Хуциеве, рассказы о нем через письма, воспоминания, документы. И автор и составитель этой книги Андрей Юрьевич Хржановский, который Таруси на самом деле знаком по Хитруковскому фестивалю. Он не совсем сможет участвовать и присутствовать физически, но будет с нами по видеосвязи эту книгу презентовать. Помимо Наума Ихилевича Андрея Юрьевича, я бы выделил Михаила Радгауза, очень большой, серьезный кинокритик, который вместе с Мариной Разбежкиной представит ее книги «Савьяшский хронотоп». Для нас это, в общем, тоже большие люди, присутствие которых на фестивале мы очень-очень рады. Будут режиссеры Татьяны Рахманова, будут режиссеры Сергея Уваров. Татьяна Рахманова — это фильм «Королевство», Сергей Уваров — это фильм «Поиск о гармонии». Практически у каждого фильма будет режиссер, который его представит. Выделили бы также Сергея Шаргунова и Данила Бельцова. Очень интересная для нас образованная связка людьми, которые сегодня занимаются журналами. Журнал «Юность» и журнал «Вейси Среда», которые, в общем, с разных сторон делают очень весомый вклад в современные литературные, в общем-то, течения. Вот много. Я люблю этих людей, которых мы пригласили. Я могу о них долго говорить. Давайте теперь вот о параллельной программе, кроме кинофестиваля, будет проходить большой культурный форум. Что ждет жителей, гостей, на что стоит обратить внимание. Нам очень важно, в том числе и что у нас есть возможность, под вот этим куполом Таруса, который не ограничен на самом деле ничем, это просто прекрасный воздух, прекрасное небо, собрать не только художников, музыкантов, композиторов. К нам приедет Павел Карманов, композитор. Это тоже, кстати, уникальный случай, что будет исполняться концерт, будет исполняться музыка, и композитор будет при всем присутствовать. Это нам очень ценно и важно. В общем, не только деятели искусства, но и людей, развивающих культурные проекты именно что в малых городах. Поэтому в рамках культурного форума будет аж две панельные дискуссии, в которые примут участие люди, развивающие в общем-то такие проекты. Музейные проекты, культурные проекты и так далее. Сейчас не совсем могу распространяться о тех, кто там будет, потому что многие люди в общем-то секретные сюрпризны. Поэтому, да, пожалуйста, уделите свое внимание и этой части, этой программе, а также города, приглашенные нами, например, Калужевская область, будут проводить презентации своих проектов уже и вне панельных дискуссий. И вот на это наполнена, вернее направлена деловая программа. Кроме нее, вот как я сказал, да, будет выставка. Не только «Между домом и садом ветра не было», но и выставка, на самом деле, немножко сопряженная с деловой программой, выставка под названием «История из Богимова» итальянского фотографа Габриэля Лентине, человека, который влюбился в эту землю и своим объективом, своим мастерством передал не только историю прекрасного места, которое находится рядом с Тарусой, но и историю фермы и историю людей, которые, в общем-то, воссоздают такой большой проект на земле. А Таруса представит своего молодого дизайнера Дашу Белоусову, которая представит маленькую капсульную коллекцию у Таруси, у Тарусского мерча. Ничего себе, в Таруси даже есть собственный мерч. Собственный, да. Теперь будет. Вообще, Екатерина, вы чего ждете от этого мероприятия с точки зрения развития города? Сложно сказать о каком-то одном конкретном мероприятии, потому что в Таруси, конечно, мероприятия много, и перечислять их сейчас, наверное, не очень актуально, но все равно не можем не назвать и Рихторовский фестиваль, и Цветаевские дни, и Рождественские наши шествия, фестивали, которые мы проводим, боюсь кого-то обидеть, да, сейчас лучше не буду продолжать, потому что кто-то скажет, почему этих назвали, меня нет. И это жемчужное ожерелье, которое нанизывается на прекрасную Тарусу, и вот то, что там такой алмазный, большой вот теперь получается вкрапление в это жемчужное ожерелье, это очень здорово, но это все равно о Таруси, о том, какая она, какое это место силы, место культуры, и в новом позиционировании, как всесезонного курорта, который где-то вкладывается, но мы понимаем, что это курорт все-таки ментальный, это место духовной перезагрузки, куда можно из мегаполиса приехать, сбросить в себя напряжение и стресс материального мира и погрузиться во что-то духовное. Не хочется смешивать сильно материальное и духовное, но мы стоим все на земле, и городу важно, чтобы люди приезжали, и чтобы люди приезжали наши, те, которых мы чувствуем по внутреннему духу, и те, которые наш культурный код, то, о чем я говорю, неспешность и подлинность, будут соблюдать. И приезжая к нам из больших городов, по возможности большие города за собой тащить не будут, а будут тащить только свой богатый внутренний мир. То есть в Торосу находятся в поиске своих? Своих, да. Нам мы своих к себе привлекаем, зовем и хотим, чтобы они у нас приезжали снова и снова. Как вы думаете, Вячеслав, вы надолго в Торосу? Мы хотим надолго. Дело в том, что вот стать своим, на самом деле, это очень непросто. Это очень непросто. И мы хотим в этом году показать, что мы делаем это в Торосе не для картинки, не для какого-то там особенного, то, что вот мы тянем преемственность, вот именно от этих, именно мы. Мы хотим делать это для того, чтобы, что нам очень важно, мы очень рады гостям, которые приедут на фестиваль из Москвы, очень рады гостям из Тулы и других городов, но нам очень важно, чтобы та культура, которая на самом деле и так там есть, на самом-то деле, просто разбросана, она не сконцентрирована, чтобы она сконцентрировалась и на эти дни была доступна жителям Калужской области, Сарапуховского района, Тороса. Нам, честно говоря, может быть, мои коллеги с этим не согласятся, еще раз повторю, очень важны все приезжающие гости, но особенно хочется работать с местным населением. Мне очень нравится, мне очень радостно, когда ты приезжаешь в какой-нибудь российский город, и там проходит фестиваль, и ты чувствуешь, что этот фестиваль идет не только в конкретных, на конкретных адресах, но и в воздухе города, и что в судьбы людей вплетен этот фестиваль, и он им важен, и они его ждут. И мы готовы, правда, делать все для того, чтобы на пути к этой встрече идти, и мы хотим, правда, чтобы жители Тороса и соседних регионов почувствовали, что мы это делаем для них, и что нам очень важен их интерес, нам очень важна их история, искренне, потому что они все все это знают. Мы вряд ли чем-то таким особенным сможем удивить. Нам просто хочется сделать это для них, правда. И чтобы мы вместе раз в год собирались и повторяли, делали новое, углублялись друг в друга в этот регион, в эти места, перезагружались несколько и так далее. Очень хочется, очень хочется, чтобы для города это стало тоже таким же важным событием, как и для нас. И в завершении, как на все эти мероприятия попасть? Спасибо вам за очень точный и правильный вопрос. Нам также очень радостно, что у нас есть возможность сделать так, чтобы эти мероприятия были максимально доступными. Для того, чтобы попасть на кинопоказы, на лекции, на культурный форум, нужно просто зарегистрироваться на сайте tarusa.org. Можно написать в поисковике «Тарусский кинофестиваль», можно написать в Телеграме, найти наш Телеграм-канал, можно написать это ВКонтакте и просто зарегистрироваться. У нас создана аккредитация общая на фестиваль, да, то есть можно всего лишь один раз зарегистрироваться и попасть на большинство мероприятий. Есть точечное на те мероприятия, на которых мы, в общем-то, предусматриваем большой интерес и все-таки для того, чтобы не уничтожить прекрасное пространство, которое у нас примут, чтобы там сохранить стены, крыши, паркеты, пол и так далее в целостности и сохранности, чтобы уместить в них то количество людей, которым будет комфортно и удобно принять участие в мероприятии. Мы завели отдельные регистрации. Это показы фильма Хайо Миядзаки, это мероприятие открытия, это лекции Наума Хиревича Клеймана, это презентация книги Марлен и некоторые другие. Я могу сейчас что-то забыть. Вот. На концерты мы разыгрываем, в общем-то, некоторое количество бесплатных билетов, но остальные билеты на концерт будут платными. Это важно и нужно нам и площадке, которая нас очень любезно приняла и тем людям, которые позволили этим концертам состояться. Но регистрация, я так понимаю, уже открыта. Насколько сейчас активно люди регистрируются и вообще там еще есть места-то? Там еще немного есть. На некоторых мероприятиях она уже практически под завязку, что касается точечных, особенно все, что связано с Наумом Хиревичем. Аккредитация фестиваля, она не ограничена заявками. Конечно, я для маркетингового эффекта могу сказать, там осталось три штуки, но это же не совсем правда. Поэтому мы постараемся сделать все для того, чтобы как можно большему количеству человек, было как можно комфортнее проводить свое время вместе с нами. Спасибо вам большое, что сегодня были у нас в студии. Пусть все ваши благие цели, задачи реализуются. И действительно, фестиваль первый станет ежегодным. Нам очень радостно, что вы предоставили нам возможность рассказать об этом фестивале и обратиться к людям, которых мы очень ждем. Правда, правда, правда. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин